В Тверских областных колониях производится более 50 номинований различных товаров. Их можно встретить и в торговых точках Верхней Волжья. Общий объем производства заключенных составил 513 миллионов рублей. Дальнейшее взаимодействие УФСИН с представителями бизнеса общества обсудили на конференции. Тему продолжит наш корреспондент. В регионе работает 9 центров трудовой адаптации осужденных. Создана система профессионального обучения заключенных по 17 рабочим специальностям, которые востребованы на производствах УФСИН и Тверской области. Перечень отраслей, по которым идет производство, достаточно широк. Начинают спецодежды, заканчивая металлообработкой. Например, это полотенца-сушители, стулья на металлокаркасе и изделия для Тверского вагоностроительного завода. Заключенные занимаются и деревообработкой. И даже налажено производство сувенирной продукции. Всего на производстве в колониях занято около 2500 заключенных. Ежегодно нами осваивается более 50 номинований новых видов продукции. Данная продукция пользуется широким спросом на рынках города Твери и Тверской области. Также данная продукция производится для ряда коммерческих фирм, как города Твери, так и Москвы. О взаимодействии предпринимателей УФСИН говорили на конференции. Ее основная цель – увеличение привлечения осужденных к труду. На подобных мероприятиях бизнес-структура узнает о том, что может производить уголовно-исполнительная система. И по результатам налаживаются более плотные контакты. Так ведутся переговоры по налаживанию сотрудничества с колонией в Торжке и восстанавливаемым Торжокским вагоностроительным заводом. Первые переговоры были уже проведены. Когда завод заработает, а он сейчас активно реконструируется, то, конечно, там найдется, я думаю, место и использованию непосредственно материалов или каких-то комплектующих, произведенных теми, кто находится в местах заключения. Взаимодействие бизнеса и учреждения УФСИН позволяет увеличить количество рабочих мест для осужденных. Полученные средства от работы они могут направить на выплату исковых требований по компенсации ущерба, причиненного преступлением, а также на алименты. А трудовые навыки, полученные в период отбывания наказания, помогут найти работу после освобождения. Продолжение следует...